Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Крещение – одно из важнейших таинств христианской церкви. И у зрителей возникает много вопросов, чтобы соблюсти все необходимые правила. Предлагаю сегодня ответить на некоторые из них. Давайте попробуем. Первый вопрос. Почему крестных еще называют восприемниками? Простой вопрос. Потому что крестный – человек, который принимает… Вот если мы имеем дело с маленькими детьми, а, скажем, в России много веков имели дело только с крещением младенцев, потому что были все крещены, была христианская сторона. Вот если батюшка его опустил в купель, погрузил, а потом, вынимая третий раз уже, передает его человек, который его воспринимает, принимает от купели. Вот он принял этого ребеночка, и дальше все таинства, он крестный держит его на руках. И поэтому он называется восприемником. То есть он принял его от купели. Ну, если взрослые, там немножко сложнее, его на руки не берут, он сам выходит из купели. Но, тем не менее, название это такое сохраняется. Обязательно ли при крещении подбирать ребенку двух крестных или достаточно одного? Не просто, не обязательно. Вообще, правило говорит об одном крестном. Второе – это появилось со временем уже, знаете, с таких чисто семейно-бытовых соображений, чтобы было два человека, чтобы вот мама, папа, крестный. А на самом деле, один крестный вполне достаточно. То есть у мальчика мужчина, да? Да, да. Ну, бывает исключение. Это желательно, но жесткого такого правила нету. Скажем, ну, допустим, вот мальчик, а мужчины поблизости нет православного верующего. Ну, мало ли. Ну, может, наверное, и женщина быть. Но это, так сказать, в крайнем случае. Может ли родной брат, ну, или родная сестра быть крестным отцом брату или сестре? Ну, а зачем? Ну, мало ли. Вы видите, в чем дело. Обязанности восприемника крестного заключаются в том, что это человек, ну, во-первых, он старше, должен быть, который сам является верующим церковным человеком и может помочь своему крестнику воцерковиться, научить его основам веры, научить его правилам благочестия, научить его жить церковной жизнью. Если сестра или брат, ну, во-первых, постарше, и они готовы на себя взять такую обязанность, то можно. А если это просто какие-то внутрисемейные такие, знаете, ведь это все, все наши какие-то обряды, таинства, они связаны с массой каких-то представлений таких вот народно-бытовых. Они, эти представления иногда безобидны, а иногда просто даже вредны. Вот, поэтому необходимости в этом никакой нет. Лучше найти все-таки человека. Но, опять же, повторюсь, это должен быть верующий церковный человек, потому что мы крестим, если мы крестим ребенка, то по вере его родителей. Перед тем, как стать крестным отцом, надо ли исповедаться и причаститься? Ну, во-первых, это надо делать регулярно. Человек, который становится крестным отцом, это значит человек, который верующий, церковный человек, то есть он в том числе исповедуется и причастается регулярно. Перед этим таинством, да, очень хорошо, если это будет сделано. Могут ли стать крестными не православные, а протестанты или католики? Ну, нет, это совершенно бессмысленно, да, абсолютно. Это профанация просто, да. Можно ли поменять крестную в целях лучшего духовного воспитания ребенка? Нет, поменять крестного нельзя. Нет, надо выбирать правильно. Это вот обязательное правило. Обязательно надо выбирать правильно крестного, поменять. Видите, в чем дело? В очень большом количестве случаев люди, ставшие крестными, они не знают и знать не хотят о своих обязанностях, и их не выполняют. Но тут уж надо родителям пожурить самих себя за то, что они руководствовались не тем, чем нужно, когда выбирали крестного, и самим заняться воспитанием своего ребенка, я имею в виду христианским воспитанием своего ребенка. Можно ли крестить ребенка дома? Вот раньше даже бабушки вроде как крестили. Ну, бабушки крестили раньше, когда была советская власть. Когда один храм был на 100-200 километров в округе, и когда очень сложно было привезти ребенка в церковь. Бабушки крестили особенно много, это в 20-е, 30-е годы, 20-е века, когда храмы все закрыли, духовенство было все в лагерях и в тюрьмах. А некрещенных своего ребенка не видеть не могли, поэтому крестили, как вы говорите, бабушки. Дело в том, что крещение – это единственное таинство, которое в случае необходимости может совершать мирянин. То есть верующий человек, церковный. Вот оно такое, оно очень краткое, это крещение. Оно так называется крещение вкратце. Его может совершать мирянин вот в таких условиях, которые были в нашей стране в 20-м веке. Или, допустим, если ребенок может умереть, родившийся. Скажем, некоторые такие медсестры, верующие в родильных домах, они обучены даже этому, и знают, как это совершать. Это просто небольшое количество воды покропить, так сказать, крещается Рабожий, такое-то имя во имя Отца, Сына, Аминь, Святаго, Дух, Аминь. И все. Самое таинство крещения достаточно продолжительное. Там много разных молитв читается, но это вот крещение вкратце, оно совершается таким образом. Если есть возможность впоследствии, если человек, ну, ребеночек выжил, то тогда его несут в храм и восполняют крещение. Когда в 20-е годы, 30-е крестили бабушки, они, конечно, не могли миропомазать и причастить ребеночка. Поэтому все равно надо нести в церковь хоть как-то, для того, чтобы дополнить крещение еще таинством миропомазания, которое совершается сразу после него. Ну и потом, естественно, ребеночка надо было причастить. Поэтому дома крестить, дома вот сегодня крестить, вот если вызвать священника, ну, это не принято, потому что все равно нужно идти в храм потом. Дома можно крестить, если ответить напрямую на этот вопрос, только в случае острой необходимости. Как воспитать детей достойными христианами? – Это нам надо, знаете, с вами так серию передач сделать, так это самое месяце надо вам. Это очень… вот нельзя так ответить на этот вопрос, как воспитать людей достойными. Так же, как воспитать людей вообще хорошими людьми, да? Как их воспитать умными, вежливыми, грамотными, образованными, да? Воспитанными и так далее. Это дело всей жизни. Вот надо с самого начала воспитывать и в первую очередь своим собственным примером. Дети-христиане вырастают в христианских семьях. Вот так вот, как иногда бывает, привели за руку у ребеночка в воскресную школу и сказали, вот вы тут занимаетесь, этот хулиган страшный, да, вот не знаем, что с ним делать, вы тут из него человека сделаете, да? Не сделают. Потому что воспитание, оно дома всегда совершается. И в первую очередь собственным примером. – Когда детям надо начинать исповедоваться и как подготовить ребенка к первой исповеди? – Ну, по традиции Русской Церкви Православной, первую исповедь в 7 лет совершает свой ребенок, до этого он причащается без исповеди. Подготовиться есть много книжек и для родителей, и для самого ребенка. – Ну, надо учить его испытывать свою совесть, что он сделал такого, что он сам понимает, что это плохо для начала, а потом более как-то подробно это все со временем будет проходить. Конечно, хорошо, если у семьи есть батюшка, духовник, священник, который знает эту семью, знает этих родителей, знает этого ребенка, знает достаточно давно, и на чьих глазах этот ребенок возрастает. Вот батюшка с ним может и должен общаться, и уже исходя из того, что он знает об этом ребенке, он может его постепенно подготовить к таинству исповеди. – Можно ли креститься второй раз? Ну, некоторые не знают, крестили их в детстве или нет. – Нет, второй раз креститься нельзя, если ты знаешь, что тебя крестили, то второй раз креститься нельзя. Мы в символе веры так и говорим, исповедую едино крещение в оставлении грехов. То есть мы исповедуем одно крещение. А вот если человек не знает этого, и действительно он не может выяснить, да вроде крестили, а где не знаем, тогда есть такая практика, что крестят полностью, крестят человека, но в тот момент, когда его погружают в купель, обычно говорится, как крещается раб Божий Иоанн и так далее. А здесь формулировка звучит так – крещается раб Божий Иоанн, если не крещен. – Если не крещен, да, с условием таким, да. Ну и вот так вот тогда человек может креститься, да, и уже оставив, так сказать, всякие розыски и рассуждения о том, было или не было раньше крещения. – Владыка, а может ли священник стать крестным? – Теоретически, да, в этом нет ничего невозможного. Другое дело, что священник, ну, человек занятый по определению достаточно сильно, вот, сможет ли он быть долгое время вот вместе с этими людьми, ну, хотя бы рядом с ними, чтобы, да, чтобы помочь в воспитании ребенка. Тут, ну, опять же, с практической точки зрения, если мы действительно выбираем крестного как человека, который помогает воцерковлению нашего ребенка, то здесь надо только вот с этой точки зрения смотреть. А теоретически, да, так может, конечно. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова – Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...